Все люди с нетерпением ждут лето, а наш гость ищет, где бы найти побольше снега. Итак, в студии Егор Допчис, воспитанник Дубасарской школы волейбола. Сейчас студент и играет за сборную Молдовы по волейболу. Здравствуйте. 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 Вот европейский турнир по волейболу на снегу. Это вот что-то новенькое или просто мы не слышали об этом? Это в целом что-то новенькое, потому что снежный волейбол как таковой образовался в 2016 году только. И сама сборная Молдовы выступает в нем только с прошлого года. А чем играете? Снежками размером с мяч или все-таки мячом? Федерация Европейская разработала специальный мяч, и он обладает такими качествами. Он водоотталкивающий сам по себе. А я уже думала с шипами, чтобы не скользил. Скажите, где нашли снег? Где играли? Снег так и не нашли. Тренировались в Кишиневе на Комсомольском озере на песке. А европейский турнир? Куда поехали? В каком месте он проходил? В Аграйне, в Австрии. Это горнолыжный курорт, там очень красиво. Но ребята говорят, что сейчас снега намного меньше, чем в прошлом году. Скажите, а не отвлекают красоты от собственной игры, когда вокруг вот столько всего замечательного красивого? 2300 метров над уровнем моря. Рекордная высота проведения волейбольных соревнований среди профи топ-уровня 2016 год. Игра на курорте «Роза Хутор» Краснодарского края. А на какой высоте играли вы? У нас была высота 1895 метров. 1895. Легко дышалось? Вообще чувствовалось, что такая огромная высота, а вам надо бегать? Нет, вообще не чувствовалось. Было очень легко. Единственное, что из-за снега мокро было. А какая форма, кстати, нужна? Как одеваются снежные волейболисты? Вы сегодня к нам тепленько так пододелись, несмотря на то, что у нас не бегает. В такой, как у вас, можно играть? Можно, но мне кажется, будет тяжело из-за того, что она такая объемная. Там обтягивающее термобелье в основном и футболка или майка обычная и шорты. А очки нужны, чтобы снег? Очки, конечно, нужны, потому что солнце отражается от снега и очень сильно глаза слезят. А перчатки? Перчатки по желанию. А удобно вообще играть в перчатках? Смотря в каких. Если в обычных, то нет. Там нужны специальные перчатки. То есть это не лыжные вот эти вот большие, да, в которых остановятся лыжи? А вот обувь. Потому что в кроссовке, скорее всего, промокнут от снега, в сапогах тяжело. Где найти золотую середину? Да, ну в кого же. В футбольных бутсах мы играли. Еще не разработал мир специальную обувь для снежного волейбола. Играли в футбольных бутсах. Но они промокают? Они очень сильно промокают. Как вы с этим боретесь? После каждой игры меняем носки. И в принципе все. А вот если долго топтаться на одном месте, вот наверняка образуется ледяной наст. Помогают ли бутсы справиться, чтобы не подскользнуться и не удариться? Бывали падения? Бывали, но там снег, он не образует льда как такого. Он очень рыхлый и больше шанс провалиться. Там ямка образуется, и когда выпрыгиваешь, это тяжело иногда. Можно просто вот на снегу и не получится выпрыгнуть. А вот в чем особенность снежного волейбола, почему его в отдельную категорию выбрали? Ну, в целом, потому что он на снегу, и там играет 3 на 3. Там в классическом 6 на 6, в пляжный 2 на 2, и тут 3 на 3 сделали. Это удобно или нет? Я знаю, что вы играете и в пляжный волейбол. Это удобно по сравнению с тем, что как там играть. Потому что на снегу двигаться очень тяжело. Сохраняется ли вот это вот правило трех касаний в снежном волейболе? Ну, не знаю, я думала, мало ли. А есть какие-то ограничения по погоде, чтобы отменяли игру? Я не знаю, но мы играли последнюю свою игру. Как раз пошел дождь со снегом, но ничего не отменили, мы продолжили игру. Вы были в составе сборной Молдовы. Скажите, а где можно тренироваться в Молдавии? Где, собственно, снег-то здесь найдете? Снега не было. В этом году хотели провести чемпионат. Даже по снежному волейболу Европейская Федерация прислала мячи даже специальные. Но из-за того, что снег у нас не выпал, чемпионата не было. То есть, если будет снежная зима, то, возможно, и мы увидим такое зрелище? Здорово. Надо ловить эти несколько дней для того, чтобы организовать турнир. Этот спор достаточно молодой. Первый чемпионат Европы прошел только в 2018 году. Расскажите о ваших планах. Ну, если Федерация устроит наш такой результат, по крайней мере, он лучше, чем был в прошлом году, то... Подивитесь, кстати, какой результат? А то мы даже никому не сказали. В прошлом году ребята приехали, попали в первую же игру на сборную Чехии и проиграли. И вылетели из квалификации. То есть, это серьезная была сборная, я так понимаю? Сборная Чехии заняла первое место на турнире. А в этом году как? Подфартило с соперниками? Ну, в принципе, да. Мы попали на поляков, выиграли их легко. Венгров тоже выиграли. И на украинцев с ними не повезло. Они более опытные. Они года два назад выигрывали какой-то из европейских туров по снежному волейболу. Они в этом деле опытные. Какие планы? Если получится, в следующем году тоже поехать и как минимум больше потренироваться. Надеюсь на снег в следующем году и потренироваться, поехать, усилиться. А место проведения известно уже? Места нет. Там должно было быть несколько туров европейских. Три штуки в Турции, один в Австрии. Но из-за землетрясения в Турции отменили все турниры. Скажите, а вот можно заболеть, играя в снежный волейбол? Ведь там все разгоряченные. А вокруг все-таки мороз. Какая была погода, когда вы играли? Сколько градусов? Мороза не было. Было 10 градусов тепла. То есть это вообще загорать можно было. Интересно, а девушки играют в снежный волейбол? Да, там одновременно проводилось два турнира. А в купальниках можно играть в снежный волейбол? Вы знаете, очень часто есть фотографии, когда где-то на снежных курортах женщины рассекают снег на лыжах и почему-то в купальниках. Играют ли в купальниках снежный волейбол? Нет, я думаю, это было бы неудобно. Там все одинаково одеты. Для кого? Для тех, кто вокруг собрал снежный волейбол? Ну, зрительность повысилась бы. Повысилась бы, да, конечно. Слушайте, вот президент Международной Федерации волейбола бразилица Арии Граса заявил о намерении добиваться включения волейбола на снегу в программу зимних олимпийских игр. Как думаете, получится? Ну, когда-то пляжный волейбол тоже не хотели включать, но вот добились и включили. Значит, и снежный не за горами. Думаю, через годика два-три, думаю, не на следующий, через одну, то могут включить уже. Ну, тогда ждем снега и просим, чтобы вам было где тренироваться, для того, чтобы всех положили на лопатки. Чуть позже Викторина, вы готовьтесь, а мы, друзья, прямо сейчас расскажем немножечко о профессии клинер. Это тот человек, который из вашей квартиры может сделать конфетку. Олеся Новикова с подробностями. Напоминаем, в студии программы «Волейболист» Егор Допчис. Только с турнира по снежному волейболу. И мы с вами сейчас тоже поиграем в такой вот волейбол, будем перебрасываться словами. Ну, это как в города, только в волейбол. Значит, я называю город, вы называете город на последнюю букву. Готов? Сколько ты даешь время на раздумье? Ну, а сколько дают время на удар в волейболе? На удар не знаю, на подачу дают 8 секунд. Это много. Многовато? Сколько берем? 3-4? Давайте 4. 4 секунды на ответ. Поехали. Итак, Тирасполь. Люксембург. Люксембург. Гамбург. Это сигнал такой. Это 1-0. Даже оператор. Кричать надо было раньше, для того, чтобы Егор услышал. Ну что ж, а теперь рубрика «Мяч над сеткой». Я думаю, там вам будет гораздо удобнее, интересно и весело с программой «С утра до вечера». Мы подготовили 5 вопросов и ответы на них. Ваша задача выбрать верный. Готовы? Да. Тогда поехали. Вопрос первый. Итак, на каком месте волейбол по популярности среди спортивных игр в мире? Варианты. Это первое место, последнее, на втором или на 36-м? На 36-м. Нет, 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 на втором месте. Вы знаете, что волейбол на втором месте по популярности в мире? Вы играете в одну из самых популярных игр. Второй вопрос. До какой скорости может разогнаться мяч при подаче? 25 км в час, 60 км в час, 130 км в час или до скорости проветающей фанеры над Парижем? Вообще даст мировой рекорд 135 км в час. О, вот это вы уже знаете. Да, совершенно верно. 130. Скажите, а как думаете, как у вас разгоняется мяч, когда вы подаете? О, ну тут зависит все от... Никогда не было интересно? Было, но я не знаю, как замерить. Мы двигаемся дальше. Вопрос третий. Какое правило есть в волейболе единственное в своем роде? Ни одного бранного слова на площадке. Мяч не должен касаться земли. Нельзя касаться сетки рукой. Или плевать через ячейку в сетку в противника. Ну, второй ответ, наверное. То есть все остальное можно, по-вашему? Ну, вообще-то все нельзя. То есть мяч не касается земли. Основное правило, да. А приходилось через сетку во врага? Нет. Вернее, в противника. Нет, таким мы не пользуемся. Правильно. Двигаемся дальше. Вопрос четвертый. Самый продолжительный матч в мире длился? 25 часов? 50 часов? 75 с половиной часов? Или 100 часов? Думаю, да, 25. Нет, 75 часов играли. Три дня. Было это все в Кингстоне, штат Северная Каролина. Какой матч был самый длинный в вашей карьере? Да, все одинаково. Приблизительно? Приблизительно час-полтора. Ну, а мы двигаемся к финальному вопросу. Во время Олимпиады 1988 года было установлено одно правило, которого сейчас уже нет. Итак, волейболисты должны были иметь во время матча с собой полотенце. Зачем? Для того, чтобы вытирать шею, для того, чтобы отмахиваться от мух, либо вытирать за собой падающий на волейбольную площадку пот? Ну, скорее всего, вытирать пот. Вытирать пот. А мухи досаждают не страшно. Ну, потому что сейчас очень много где, в целом, начиная так Европы, волонтеры с полотенцами приходят, такие дети маленькие обычно. Ну, как маленькие, лет 13-14 их привлекают. Это воспитанники школы. Да, да, скорее всего, привлекают, и они выбегают на площадку. Некоторые мячи подают, некоторые протирают пот, тоже полотенцами. Очень интересно. Егор, спасибо, что вы сегодня были с нами. Мы вам желаем только новых побед, соревнований. И, надеемся, до новых встреч. Вы к нам заглядывайте, если будет что-то интересное. Спасибо. А мы расскажем, как приготовить краффины на скорую руку, да так, чтобы они вписывались в меню тех, кто за ЗОЖ. Смотрим. Смотрим. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Субтитры подогнал «Симон»